всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко что друзья у нас сегодня необычный влог мы сегодня на рыбалке в балаклаве поэтому наверное будет особо интересно тем кто любит все-таки рыбалку и прогулки в море сегодня мы отправимся вдоль побережья в сторону мыса а я к затерянному миру и будем ловить тарабеху друзья но пока не началось это видео обязательно поставьте лайк под ним напишите комментарий и подпишитесь на канал а тем кому интересно более детально локации которые посещают переходите в telegram ссылка на него находится в описании ну что приятный вам и нам рыбалки погнали что начинается наша рыбалочка сегодня с нами слайк здравствуйте вячеслав готовы рыбку и какой совет дашь молодым рыбакам что надо собой брать в первую очередь на рыбалку удочку удочку нет вот правильно человек говорит что надо брать коньяк вот так иван что за расходники самодуры самодуры тебя значит да не забыть душный надо брать хорошее настроение это наш капитан впереди идет опоздавший отец валерий сегодня будет нас катать покажет нам самые зарыбленные места балаклавы это бывший завод металлист который скоро снесут отсюда я может кто-то работал на этом заводике покажу вам напоследок скоро вы действительно не будет в рамках и яхтенной марины в балаклаве его просто напросто снесут что ребята это сегодня будет наш корабль космический кстати оставлю номера телефонов ребят кому надо будет поехать на рыбалку в балаклаву зоне пользоваться в абсолютно без рекламы я нашел по крайней мере самый оптимальный вариант самый более-менее нормальной лодкой и по деньгам тысяча рублей человека пойдем сделаем обзорчик внутри не будем отбывать давай слоя первый пошел а то сейчас с этой стороны обзорчик здесь капитанская рубка удобно пойдем пройдемся вдоль борта какая тут красота теперь отсюда посмотрим ну все готовы рыбачки я все ничего не забыли друзья прогреваем лодку и отправляемся на рыбалку сегодня будет много много рыбы да наверное сколько раз выходили ни разу ничего не поймали надеюсь друзья сегодня будет идти в ножка иначе не ну вырубачили просто таком месте мы же там просто говорят два дня рыба вообще не идет но мы хотя бы чего-нибудь пикша хотя бы идет валей хотя бы пикши наловим ну или дракончик в любом случае друзья да в любом случае воскресенье по кайфу прокатиться вот на такой классной лодке выйти с балаклавской бухты в 7 утра конечно не совсем по кайфу короче класс и доволен все ты тоже доволен все друзья мы все довольны все поплыли а приехали на рыбалку думали одни тут будем смотрите сколько здесь рыбаков 7 часов утра уже все на местности так ничего начинаем рыбачить будем надеяться что что-то сейчас все-таки поймаю и уже соответственно будем хвастаться в ловом а а а а Друзья, пока рыбалка не задается, покажу вам вот такую красоту. Просто мыс Айя, просто посмотрите какая скала, просто стена, вообще виды здесь неимоверные, друзья, только ради этого иногда стоит пойти просто на рыбалку, посмотрите, шикарно, ребятки тут мои просто в шоке вообще, да, в Саках нет такого, да? Да, в Саках нет. Друзья, виды просто бомба. Пока, к сожалению, по рыбалке грустное лицо у всех, все кто проплывает, все грустные, потому что пока даже ни одной покровки не было. Ну, надеемся, что все поменяется. Друзья, в итоге, короче, не клев сегодня привел нас на затерянный мир, самую закрытую локацию Крыма, никого сюда не пускают. Купаться здесь нельзя, добраться можно только по морю, ведь никаких тропок сверху нет, но зато сверху можно, кстати, тоже на него посмотреть. И мы обязательно с вами как-нибудь сходим на Кушка Я и на мыс Ая, и вот оттуда сверху тоже посмотрим на затерянный мир. Ну, выглядит он просто шикарно. Вот там вот есть справа небольшой пляжик. И можно вот подплыть на лодке и вылезти там аккуратно, но если поймают, ребятки, будет штраф. Здесь просто вот шикарные вот такие вот скалы отвесные, вообще бомба. Не знаю, красота. С рыбалкой, конечно, пока туговато, да, Иван? Вот, но зато виды и лодка просто шикарно. Все довольны. О, Иван поймал ставридку. Ура! Симба, ты его должен сейчас вот так поднять на крови, это, корабля. Класс, друзья, вообще, вот она рыба пошла. Смотри, какая ставрида большая. Ну да, хорошая. Класс. Бомба, друзья. Ну все, рыбалка открыта. Иваночка, как настоящий рыбак открыл ее сегодня. Да, вот она, ребятки, вот эта рыбалочка она. Чисто, блин, на курочку пикша пошла сразу. Так просто не идет, да? Начинаем ловить. Какая здоровая. Да, вот это вообще, смотри, да, прикольная. Хорош, хорош. Все, дал билет в рыбалку пацанам. Погнали. Короче, друзья, ловили мы на самодору. На самодору нифига, абсолютно не клюет. Поэтому мы прибегли к запрещенному приему. И достали курицу. И вот с курицей более-менее дело пошло. Поймали немного пикши. И первую ставридку, которую Ваня поймал. Ваня уже почти бледного поймал. Вот такая вот самая противная волна, друзья. Которая просто, не знаю, приводит непригодность в твой вестибулярный аппарат. И начинает тошнить. У меня уже было такое. Сегодня, слава богу, все нормально. Опять ставридочка. Луфарь? О, луфарика Ванька поймал. Луфарь, луфарь. Покажи. Ничего себе, друзья, Ваньке сегодня прям везет вообще на трофейчике. О, там у ребят тоже пошла жара. Смотри, у тебя сейчас вынесет твой спиннинг. Я вижу. Короче, настроение немножко поднимается, друзья, на рыбалке. Ванька, ну покажи еще раз. Вот такой луфарь хороший. Меня тут тоже что-то клюет уже полчаса. Друзья, ну я пока снимаю контент. Сейчас пройду в жопу корабля. Что там, славян? Где рыба? Не жопа называется корабля. А что? А как? Вы помните, корма? Корма называется. Я и то знаю, блин. Ну, а греш жопа. Что там, где ваш улов? Так, что-то вы отстаете, ребятки? Надо поднапрячься немножко. Славян. Ванька вон трофейчиков только так текает. Друзья, я уже, короче, потихоньку начал забивать на рыбалку. Сижу вот на краю корабля. Прям на носу. Болтаю ножками. Наслаждаюсь вот этими шикарными видами просто на затерянный мир. Я не знаю, я просто влюбился в это место. Очень здесь красиво. Не получилось сюда приплыть этим летом. Но на следующем обязательно сюда приплыву. И еще больше, друзья, я влюблен в нашу лодку. Потому что она нереально красивая. Просто посмотрите. И очень дорого по сравнению с теми вариантами, которые я перебирал. Там типа ялик за 500 рублей. Потом лодка, ну, чуть побольше тоже такая. Типа ялика была за 800 рублей. Вот это стоит 1000 рублей с человека. Вообще нереально выгодно. Оставлю координаты обязательно, Валерия. И кому надо, обращайтесь. Уверен, просто лодка максимально удобная. Большая. И есть туалет. И есть каюта небольшая. Короче, вообще класс. 5-6 человек стабильно сюда влезут. Компании нормально прогуляться. К затерянному миру, не знаю. Даже можно поплавать. Кстати, водичка еще теплая. Поэтому, если есть желание, в ближайшие дни обязательно приезжайте в Балаклаву. И покупайтесь. Так, друзья, никогда не думал, что сюда когда-нибудь доплыву. Мы летом были в Ласпи. Вот там вот в Батильмане. А вот это знаменитая дача Виктора Федоровича Януковича. Потом, впоследствии, говорили, что это дача Медведева. Потом Матвиенко. Короче, непонятно, чья это дача. Ну, какого-то большого чиновника. Можете ее детально рассмотреть. Смотрите, там есть свой пирс. Есть вертолетная площадочка. Огромный дом с огромными панорамными окнами. Короче, чего там только нет. Вот, господи. Внизу какая-то столовая, ресторан. Непонятно. А за ним, самое главное, находится вершина Кушка Я. Она же Птичья гора. Видите, какая красивая. И вот туда есть отличный туристический маршрут, который является одной частью Севастопольской Большой Тропы. Я вот очень хочу в ближайшее время туда сходить прогуляться. Ну, и здесь уже открывается шикарный вид просто на бухту Ласпи. На гору Ильяская, за которой находится Храм Солнца. Если не были, тоже обязательно сходите. Очень простой маршрут, легкий. Осенью сейчас очень актуально. Потому что не сильно жарко. И можно свободно передвигаться по горам. Вот, видите, особенно сегодня вот такие вот тучки свинцовые, недождливые. Можно гулять. Но дача действительно впечатляет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так и остался, короче, один луфарик, одна ставрида и пикша. Всю пикшу поймали на курицу. Да и в основном всю рыбу вообще поймали на курицу. Короче, ну честно нас предупреждали о том, что рыбалочка будет не сильно такая активная. В основном все стоят, просто тягают удочки. Рыбалки нет. Последние два дня, в принципе, ничего такого рыбного нет. Будет попозже. Но нам это было не важно. У нас не так много выходных, да? Да. В воскресенье мы просто его по максимуму использовали. Сходили в море, поплавали. Классно, классно. В яхте, да? Да, в яхте вообще просто. Вот. Разрыв дядя Валера просто мега человек. Оставим его номерочек. Если что, обращайтесь к человеку. Очень недорого. Короче, все, друзья. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И напишите свой пламенный комментарий. Всем пока. Из Балаклавы, из Севастополя, из Крыма. Всем пока.